Вовсе есть пока ответов. Наши гости думают. Судя по всему, я же сейчас... В первом случае, что это первое происходит на ум. Без некой перетексии и самооценки. О чем это может быть? Не думайте, как это надо сделать. ОВК потом, на втором этапе. Что надо сделать? ОВК это уже... По второму этапе. Давайте посмотрим, что получается. Логистика, безопасность. Вчера я пост выложил про курьеров. Кто читал его? Подписывается мой Телеграм-канал. Вчера был пост. В газете .ru написали, что 3 зарплаты курьеров со 3 зарплаты аэтишников. Я так бы немножко позволил сидеть в шестивой форме и написать пост о том, что перестану про логистику, что сейчас новая профессия появляется, программист или телеологист, программист или курьер. А знаете, какая-то проблема? Усторшеклассник по 11 классу. Он говорит, мам, вы говорили, что не научитесь на программистах, потому что не надо научиться на программистах. Вот неогревшая психика детей. Наверное, где они как-то эти новости читают, наверное, их тоже как-то там может быть... точка опоры, некие непонятные вещи. Непонятная тема логиция. Это понятно, почему. То есть там как раз люди, которые хорошо знают с карту своего города, хорошо знают, как он подъезд, и у них очень действительно как-то правильно построен мог, они сейчас хорошо заработают. Адаптивный управлен транспортными средствами, дороги, градостроения, медицина, анализ, скопление снега, безопасный, дистанционный контроль, движение транспорта, помощник, опасное вождение, идентификация. Это прикольно, да. Особенно камеры, чтобы не заточены были, кто там на парковку заехал, это как-то секунду. Опасные вещи, надо увидеть, летний период, люди там, люди там, показать, какие-нибудь мощные там моторы, там набирать скорость, там сразу 150 мм в час на улице Пушкина, там какое-то что-то, вот не малейшее, это же снаряд, который и остановку разнесет, да, и как будто вот, надо в этом... А давайте группируем. Курск, как-то валют, как-то. Конечно, группироваться. Настолько много летов, что он думал, как-то разломался, отслеживание фонарных столбов, помощь пожилым людям, создавать лук на работу. Да. Маски, да? Чтобы... А? Одежду, чтобы он говорил, что одеть? Да. Сделайте просто капсульную группировку. Опять не... Все, не думайте. У нас появилась группировка. Группировка. Ну, кстати, так. Он тебя поднимает, да? В каком-то всем вайбе, и говорит, что жива. Едет не стыдивает. Один шокер. На улице плюс 35, да? Дополнено дорожное движение. Нет такой. Умные сетафоры. Все к этому относится. Сортировка мусора. Пока не понимаю, как это нужно сделать. Сортировка здоровья. Выборы. Безопасность, обучение, управление родным городом. Дополнено реальность. Отлично. Когда мы будем к следующему слайду, что мы хотим сделать? У нас есть цель и задача создать, сфокусироваться на создании оккубатора и ОЛН-стартапа. Наверное, в том виде, то, что мы сейчас обсуждаем, вот так в прямом виде примить нельзя, но на что способны большие языковые модели, кто профессионально пользуется. Это правильно. Кромте, да? Правильно делать так, чтобы удавалось питать. Еще вы технология РАК обладаете, когда вы можете основать своих данных, своей корпорации, какие-то, что обучить. Не просто абстрактному модуру давать, она будет понимать, что в компании делаете, она будет, в том числе, давать рекомендации. Мы видим большой возможности и фокус для тех компаний, которых нужно обучить, помочь и привлечь инвестиции, привлечь экспертную помощь, жоар, пиар и все остальное, для того, чтобы эти стартапы в Татарстане появились и решали сумасшедшее большое количество задач, которые книжка может просто в моменте решать. От всех таких интересных решений, когда просто берешь open source, ты прикручиваешь к себе, здесь тоже не надо, не надо быть open API, ты просто по API подключаешь и так далее. и здесь мы даем клич, бросаем вызов в индустрию, мы готовы персонифицированно вам помогать всем компаниям, кто будет на этом фокусироваться. Мы вместе с вами будем продвигать, чтобы стартап это была мощная компания, которая решает вопросы. Что мы здесь забудем? У нас тут акселерационная программа, именно по LLM моделям, для LLM стартапов. А возможность пилотировать госорганов и доступ к корпорациям. Мы готовы помогать получить доступ к гастрому, к камазу, сибор, самолету и все-все-все, что у таких корпораций есть. Если вы с помощью LLM автоматизируете внутренний бизнес-процессы к корпорациям. Давайте по-простому скажем. Представьте, AMSRM, как B2B продукт, но что-то, которое автоматизирует бизнес-процесс с помощью LLM. Мы готовы вас продвинуть корпорацию. Это бизнес-инкубатор будет этим акционально заниматься. И лидвординг, мой, уставный уголеяющий все правительство будет сфокусирован для этих ребят. Плюс, лидворд-лидов к вычислительным мощностям. Мы поможем вашим адресам дообучать при необходимости, дотренировать для того, чтобы получать продукт, который можно применить в бизнесе. Следующий слайд. Или следующий вопрос? Скорее всего, да? Ну, одновременно с этим у нас есть планы запустить госпром, мы им назвали на пухом вводу название, да? Научить чиновников быть более эффективным в ежедневной деятельности. А чиновники, что они делают? Их задача, условно говоря, это собрать большой объем массивной информации, систематизировать, превратить в упражнительное решение, дать предложение руководству, оплатить какие-то дегиды, проанализировать информацию. Элан Моделев делает по счету шрупальцев. Мы эту культуру инерционную хотим в сфере бизнес-управления применить, поэтому здесь тоже приглашаем много-много разных специфических может быть отрасли, у кого-то классные идеи, когда было планировано в инкубатор объявить отбор? В октябре, да? То есть у нас есть полтора месяца, мы публично объявим отбор, приходите к нам в инкубатор, переключим, где есть власть, 6 рабочих мест и полной избежной поддержки. Следующий слайд и следующий вопрос. Переходим к опросу. Можно вопрос сам? А теперь это уже к вам персонально. Мы сейчас обсудили про коктавстанцев, обсудили про ваших сотрудников, а теперь лично про вас. вот если бы вы мгновенно могли стать экспертом в любой области, какую бы область вы выбрали? Лично вы эксперт в любой области чувствите, что вот надо бы мне, хотел бы или надо мне быть там, в этой сфере, в этой области, там что-то. Либо она мне нравится, либо она поможет мне там для бизнеса. у нас получается так, 82 только быстрее идет. 93, 96, 98. Кстати, многие не голосуют. Красно, там и спит. Делал костюм. Вопросы? Так, извините. Смотрите, как женщина быстро, да? Так. Неплохо. А что это значит? Я что-то может как будто не догоняю там идет вещь. А? Как вы договаривались 30 сообщений отправить, чтобы оно жиром не стало? Так, вы погнали, да? Одни накупили. Блокчейн, ИП, министр. Кто хочет стать министром? Я помогу, кстати. Поднимите руку. Сколько руку уже сразу. На всех не хватит. Как вы будете вашим наставником? Унь, голодь, от кадровый зерк. А вот, зерк? Кто доехал? Ну, ну, руку поднимите, но с футками, что ли? У вас заболевали. Ну, хотя бы камеру руки поднимите еще раз. Я просто так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Соглашайтесь, быстрее. Двенадцать, тринадцать, четвернадцать, пятнадцать, пятнадцать, меняем все правительство. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать два, двадцать три, так, сам, двадцать четыре, ну, ты можешь разгуляться. Прикольно. Прикольно это почему? Потому что у вас есть желание изменить общественное устройство в Казахстане, в жизни, в той сфере, в которой вы испытываете какую-то проблему. Сам лучший способ не ждать, когда какой-то умный начальник придет или умный министр, а взять ответственность в музыкальной музыке. И кто же это в музыке? Это первое. Ну и второе. Второе. Ну и мне так кажется, да? И спокровали тут сзади. Спасибо. И второе. Второе. Ну ладно. Давай одинаково. Так, философию, да? Поднимите, кто любит философию, кто читает литературу профессиональную философию. Давайте аплодисменты этим людям. Это очень круто. В IT-индустрии людям в первую очередь не продает философию. У меня вот была петель, если вы любите эту фразу, говорите, я его заимствую. Он говорит, наказанное совещание out the box, выйти за пределы этой коротки. Философия дает возможность взглянуть на устройство общественное устройство социальных институтов, где-то на границе восприятия психики людей и так далее, для того, чтобы ты мог понимать, а не фигню ли я, а не фигню ли я делал, а делал тот продукт, который ты мог бы вложить, как бы решать трудные наши самые задачи. AI, четко и ясно мы видим, да, blockchain и верность. У нас есть реалка в медицине. Давайте тогда к слайду про AI. Про AI мы уже сказали. Мы будем запускать большую возможность в области гем-дево. В широком смысле, не только разработка компьютеров Triller и киберспорт, мы видим, что в том числе технологии гемификации продуктовых разработок дают возможность дать возможность тому новому поколению, которое мы называем Альфа, тем, которым школьники 7, 8, 10 лет, которые придут в экономику через 10 лет станут платежеспособной аудиторией, 20-25+, те продукты, которые мы пользуемся, они мыслятся по-другому в силу разных тик-токов, инстаграммов, все, что с этим связано, клиповое мышление. Но тем не менее, в сфере геймдева мы видим, что это рынок очень быстро растущий, к нему нужно правильно относиться, это возможность экспортировать не просто сам продукт, но экспортировать определенным образом культурные ценности, экспортировать некий культурный ход своей страны. Хорошим примером для этого является игра Atomic High. Классная игра, наши российские чуваки с офисом в Армении делают прикольную игру в СССР при 150-х годах. Покупают песни приятные, поиск, 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 поиск. Люди играют в МАЗ, как их митинге высказывались. То есть ты можешь интеллектуально транслировать не просто ход, а что-то нечто большее, чем нечто даже сама игра. И у нас есть хороший пример. У нас есть очень... У нас есть компания Единорог в области Геймдео, которая экспортирует свои решения не только на титуру России, но на территорию Питая, прекрасно играется. Это прекрасно. Силы разных обстоятельств, стенд-офф, у кого дети-школьники, потому что переменных они очень часто много времени проводят. Люблю студенческий Якуба. Следующий слайд, следующий вопрос, наверное, завершающий должен быть. Давайте последний, наверное, вопрос. Какое технологическое достижение последних лет вас больше всего удивило или впечатлило? Вот вы в индустрии, вы лучше всех это понимаете, лучше всех это разбираетесь, все эти диаграммы Гартнера, вот эти все эти пузыри, которые надуваются, раздуваются. Вот, как эксперт, что действительно вы считаете, что вот это, знаете, за этим будущее, и это вот то, что вас, как специалистов, в IT, а мы знаем, что это очень много до этого времени по технике, просто вас удивило и поразило. Как человек, специалист, эксперты, как руководитель. 80, 82, 85, 86, 89, 90, 95, 95. Дайте, включаем. ИИшка, да, это удобно. Мини апс, извините, чай, джебецин, а CPU, там было, ИИ, так, мини апс, телеграм, гуманоиды, роботы, седини, нейро, ленинг, робот-пылесос. Когда я первый раз купил робот-пылесос, я не понял, как он крутой был, я вспомню, где я жил. я был, скорее всего, в Хазани, в дальнейшем, в Куре, такой, там, код. Я рассказывал на американском сайте, еще не было ничего, все равно у меня симметричество. У меня был такой когнитивный диссонанс, я там все понимал, все, и комната находится. Отец с моей мамой, мы с Карлахой разговаривали, жалеет, трудится, неожидан, старает, кошка, что залезет, залезет. Мы очень любим отчеловечевую технологию, да, то есть мы очень быстро привыкаем к тому, что это вот, это кишку засунуть какого-то гуманоида, образного, сейчас Япония, очень большой гуманоидный роботов для людей пожилого поколения, что людям одиночество, это очень страшная вещь, о чем говорят многие, силу разных жизненных обстоятельств люди остаются на старте себе много, и вот такая большая индустрия среднего парня. Достижение, каршеринг, квантовые компьютеры, интерактивные видео, ищите видео, да, и я это автомобильный технологий. Под автомобильными технологиями электрички, да, как-то больше, наверное, не имею в виду, да? Яй, яй, яй. Давайте тогда в следующий слайд. Следующий слайд. Следующий слайд. А мне, да? Мы хотим, чтобы в 2027 году, мы сейчас с этой компанией еще плотно работаем, чтобы от Остани не было ни одного квадратного сантиметра земли, где не раздевался бы интернет. То есть, пультниковый интернет, российский старлинк, можно по-разному называть. Связь нам должна, мы можем проявлять, что много угодно говорить, потому что у вас интернет не работает, что-то не работает, сразу мы собираем связистов, за городом, там-сям и так далее, в лесу, наверное, когда мы хотим, запечатлеть момент, чувственное, о том, что что-то с нами происходит, что у кого-то идеи в лесу рождались. Наша задача, она сейчас работа на тем, чтобы уже в 25-м году, у нас уже будет тестовая зона, да? То есть, в 25-м году уже в Остани можно протестировать на определенной территории спутников интернет, и уже достигая полного покрытия в 26-27 годах, уже два спутника уже летают, будет общее количество спутников, 250 штук, и я считаю, что вот этот день, когда не останется ни одного квадратного сантиметра зенгиня от интернета, у нас тут тоже будет, как вы знаете, до и после Катарстана, в целом, для России. Потому что есть интернет в любой точке Катарстана, в любой, будь то овраг, будь то, какого-нибудь, с поселок ИЖС, или какая-то там локация, где по каким-то причинам вы хотите, наверное, рабочие место сделать. У меня, собственно говоря, все. Я предлагаю перейти к формату вопросов и ответов. Давайте задать вопросы. Спасибо. Это был замечательный вопрос. Мы знали много всего интересного. И да, мы сами перейдем к вопросу. Напомню, у нас вот какой формат. Во-первых, здесь есть QR-код. Кто еще вдруг не понял, туда можно перейти, и в комментариях.